РЖД, ВТБ и нацпроект «Строй» протестируют механизм рассрочки на юго-западном обходе Санкт-Петербурга. Руководители компании подписали соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума. Документ предусматривает, что при реализации крупных инфраструктурных проектов договоры генерального подряда будут заключаться с условием рассрочки платежа. На этапе строительства подрядчики самостоятельно привлекают финансирование. Оплачивать выполненные работы РЖД будут после приемки готового объекта. Создание юго-западного железнодорожного обхода Санкт-Петербурга от станции Владимирская до станции Бронко рассматривается в качестве пилотного проекта с использованием данного механизма. Традиционный подход к финансированию инвестиций складывается так, что мы вынуждены саккумулировать, либо занять средства сами, как российские железные дороги, построить объект и дальше эксплуатируем. Здесь, спасибо большое банку, подрядчику, они приходят вместе со своими деньгами и есть такой термин платеж с колеса, то есть когда мы начинаем двигаться и грузополучатель, грузоотправитель начинает платить деньги, мы после этого начинаем производить выплаты. Конечно, это огромный шаг вперед. Банк ПТБ, он строил здесь автодороги в Питере, решил, что автодороги, это, конечно, интересно, но пора бы замахнуться нам и на железную. Поэтому для нас это качественный переход, это важный очень проект, и вы знаете, что сегодня РЖД расширяет, конечно, инфраструктуру для товарных потоков на восток, но и не только. Наш проект сегодня предусматривает развитие инфраструктуры железнодорожной, в том числе в северо-западном регионе, в Питере. Я хочу сказать слова благодарности Банку ПТБ, российскому железнодорогу, за предоставленные возможности участвовать в таком знаковом для регионных проекте совместно. В нынешнее время в ней бюджетное финансирование становится достаточно популярным, метод финансирования, и я надеюсь, что это у нас первый объект, но у нас еще будет вместе много впереди.